Приветствую вас на моем канале! Здоровый позвоночник – основа хорошего самочувствия. Нарушение осанки, искривление позвоночника нарушает циркуляцию крови, а значит, клеткам перестает поступать полноценное питание и достаточное количество кислорода. Кацудзу Ниши известен благодаря системе «Золотые правила здоровья». Разработал короткий и простой комплекс, включающий 4 упражнения для позвоночника, позволяющий выправить осанку, поставить на место позвонки и разжать кровеносные сосуды. Упражнение первое для позвоночника – лист дерева. Улучшает кровоснабжение мозга, выпрямляет позвоночник, освобождает сосуды от зажимов. Исходное положение лежа на спине на твердой ровной поверхности. Каждая мышца абсолютно расслаблена. Представьте, словно внутри вас спокойная умиротворяющая пустота. И оттого тело легкое, парящее в невесомости. Выполнение упражнения. Медленно согните ноги в коленях, подтягивая пятки к ягодицам, но при этом не отрывая их от пола. Поднимите голову над полом, не отрывая позвоночник. И подтянитесь руками к коленям. Когда кончики пальцев дотронутся до коленей, зафиксируйте это положение на 1-2 минуты. Представьте, как через все тело льется мощный поток живительной энергии. Затем вернитесь в исходное положение и полностью расслабьтесь 1-2 минуты. Упражнение второе для позвоночника – ивовая ветка. Оздоравливает позвоночник, уменьшает боли в спине и улучшает сердечную деятельность. Исходное положение стоя, ноги широко расставлены, ступни параллельно друг к другу. Все внимание сосредоточено на теле. Как и в упражнении лист дерева, ощутите внутри пустоту и свою невесомость. Выполнение упражнения. Положите ладони на спину в области почек. Пальцы соприкасаются в районе крестца. Медленно начинайте запрокидывать голову назад, постепенно прогибаясь в позвоночнике. Когда почувствуете предел своих возможностей, просто опустите свободно руки вниз, сохраняя прогиб. Ваше тело начнет самопроизвольно покачиваться, подобно ветке ивы, склонившейся над озером. Оставайтесь в этом положении до тех пор, пока чувствуете себя комфортно. Затем верните ладони на поясницу и примите исходное положение, осторожно расправляя позвоночник. Упражнение третье для позвоночника. Тетиволука. Улучшает кровоснабжение, очищает от солевых отложений в области позвоночника. Исходное положение стоя на коленях, руки опущены вдоль тела. Выполнение упражнения. Осторожно прогнуться в позвоночнике назад и обхватить руками ноги за обе щиколотки. Зафиксировать положение не менее, чем на 5 секунд. Вернуться к исходной позиции. Повторите упражнение 3-10 раз, начиная с маленького количества повторов и увеличивая по мере своего самочувствия. Упражнение четыре для позвоночника. Виноградная лоза. Улучшает гибкость и кровоснабжение позвоночника. Исходное положение стоя, ноги расслаблены, на ширине плеч. Выполнение упражнения. Помассируйте руками область поясницы, представляя, как позвоночник становится гибким и пластичным. После сделайте энергичный наклон вперед, но без рывков и резких движений. Энергично, но плавно. Постарайтесь достать руками до пола. Ноги не сгибайте в коленях, но и не напрягайте их. Они должны оставаться мягкими. Вернитесь в исходное положение. Затем выполните несколько энергичных, но плавных наклонов влево и вправо. Все четыре упражнения для позвоночника делайте ежедневно. Это займет всего немного времени, но подарит не только здоровье позвоночника, но и здоровье всего организма. Ну а на сегодня это все. Будьте здоровы! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновлений. Добавляйте это видео в плейлисты и делитесь в соцсетях. До следующих встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok